Ну, пока ставят презентацию, коллеги, мы все понимаем, что, конечно, медицинская помощь, она является ведущей в любой отрасли, когда идет речь о помощи пациентам. Но, тем не менее, одной медицинской помощи недостаточно, необходимо и кое-что другое. И когда мы говорим о палеоативной медицинской помощи и палеоативной помощи вообще, то мы, конечно, в первую очередь говорим о качестве жизни. И когда говорим о качестве жизни, мы все с вами должны понимать, что это такое. Видите, это определение интегральной характеристики физического, психологического, эмоционального или духовного и социального функционированного больного. И что очень важно, это основано на его субъективном восприятии. И еще, что важно, меняется во времени. Сегодня человеку хочется быть директором завода, завтра ему хочется быть старостой палаты в отделении палеоативной помощи. То есть каждый раз, каждый шаг, особенно когда касается пациентов, его личные амбиции, личные возможности, они меняются. И поэтому нам под них нужно подстраиваться, научиться подстраиваться и самим менять это взаимоотношение по отношению к пациентам. Вот эти четыре кита, на которых держится качество жизни, на которых держится паллиативная помощь. Это медицинская помощь, когда страдает физический аспект. Это психологический аспект, социальный аспект и духовный аспект. Сегодня мы останавливаемся на психологическом аспекте, понимая, что не будет его, не будет психологической помощи, то не будет оказана паллиативная помощь глобально пациенту. И качество жизни не будет удовлетворено. Видите, какие проблемы стоят перед пациентами, перед нами решать, какие проблемы. Конечно, это небольшой перечень, не весь далеко, но в рамках вот этого уже практически 10-минутного доклада хотя бы эти. Неопределенность. Мы с вами понимаем для себя, что неопределенность в будущем, что меня ждет через один шаг, это достаточно сложное понимание для себя. Когда мы сдаем экзамены даже, мы не знаем, какой билет нам попадется, и так дальше, каждый шаг не просчитаешь, а тут человек не понимает, что с ним происходит, не понимает ни диагноза, ни реальности, сколько осталось жить. Это все очень тревожно. Эмоциональный шок, когда пациент случайно узнает свой диагноз без предварительной подготовки. А, к сожалению, это бывает достаточно часто, что либо пациент узнает диагноз внезапно, либо он не знает своего диагноза до конца жизни. Почему? Потому что мы не умеем правильно преподнести ему эту правду. Эмоциональное оцепенение, это психиатрическое состояние, это эмоциональный шок, эмоциональный удар, растянутый во времени. Отрицание или принятие диагноза. С одной стороны, тяжело, когда человек отрицает то, что с ним происходит, это психологические проблемы для всей семьи возникают. С другой стороны, принятие, что я умираю, что у меня тяжелый диагноз, это тоже очень тяжелое состояние, тяжелая ситуация. Злость на весь окружающий мир, что вот со мной происходит такое горе, а больше ни с кем, всем остальным хорошо, несмотря на то, что рядом тоже могут быть другие больные люди. Но тем не менее, вот человек, когда попадает в эту ситуацию, у него такое состояние. Чувство вины. Вот здесь предыдущий доклад по поводу детишек. Вот чувство вины могут быть у родителей, когда они оставляют своих детей и не знают, что будет с семьей в дальнейшем, кто будет их кормить, поить. Вот ребенок остается, вот такая вещь бывает психологическая, это у родителей. А у детишек тоже может быть свое чувство вины, когда умирает взрослый. Родитель уходит, болеет или умирает. И если ребенку не объяснять все это, то у ребенка на всю жизнь остается это чувство вины, что он виноват в том, что с папой или мамой это случилось, потому что он упал в лужу и спачкал грязь, вот мама расстроилась, заболела, получил двойку, мама расстроилась, заболела, и ее больше нет. Поэтому вот на эти тонкости, на эти вещи необходимо обращать внимание, нужно уметь разговаривать с детьми тоже. Горе. Это всеобъемлющие чувства и даже, я бы сказал, хорошее, когда по-доброму люди относятся в семье друг к другу, друзья, родственники, сам пациент. К сожалению, это горе такое искреннее, оно сейчас становится все меньше и меньше, потому что наш мир, не только наша страна, наш мир, он находится в таком хроническом стрессе и депрессии, и уже своя рубашка ближе к телу, но еще есть люди, которые уход близкого – это тяжелая ситуация. Нервозность и депрессия – это понятные вещи, которые возникают, когда вот на этом слайде мы видим реакцию на столкновение непосредственно со смертью, это смерть близкого человека, смерть соседа, и экстраполируя на себя то, что происходит рядом, пациент может уже испытывать эти переживания. Что будет со мной? Я также буду умирать от этой боли, как и мой сосед. Проблема общения между пациентами, медперсоналом, семьями. Люди, в общем-то, могут друг к другу относиться не совсем по-доброму, включая и пациентов, которые не так уж хорошо относятся к медперсоналу, считая, что во всем виноваты мы, точнее, когда они попадают к нам в стационар, что мы не сделали того, 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 особенно, когда это заканчивается именно отделением палиативной помощи или хосписами, где финальный этап жизни и все вот эта обида на здравоохранение, на всю эту цепочку сваливается на наши плечи. Медперсонал тоже не всегда по-доброму относится к пациентам. Не может вникнуть вот эти психологические проблемы человека, когда человек не понимает, что с ним происходит. И тоже возникают эти проблемы. Ну и семья, конечно, обижается. И поэтому отсюда рождаются и жалобы на нас с вами, когда пациент уходит. И наша задача – это вот этот контакт налаживать, пока человек еще жив. Проблемы, связанные с лечением, это тоже понятно, колостомия, плигия, когда человек оказывается в таком физически тяжелом состоянии. Почему? Когда есть у пациента стома, та или иная, там колостома, трахиостома, гастростома, это уже считается на один шаг к суициду ближе. На это сразу нужно обращать внимание. Проблемы, связанные с лечением. Потеря волос – это чаще всего случается тогда, когда мы не объясняем человеку, что может с ним случиться после того или иного вида лечения. И проблемы, связанные с положением в обществе. Кто, кем я сейчас буду, что я буду делать, как будет с моей семьей, ничего неизвестно. Смысл жизни вообще – жил, 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 все было хорошо, тут бац, все закончилось. Зачем жил, почему жил, переосмысление – это тоже очень важный момент. И в команде обязательно кто-то должен быть, который помогает пациенту, который может помочь приобрести вот этот смысл жизни снова, на уже другой платформе. Улучшая качество жизни, которое уже вот меняется во времени. Основные последствия, если мы не обращаем внимания на эти проблемы, в чем заключается? Ну, во-первых, болевой синдром. Как ни странно. Почему? Потому что, если мы говорим о суммарной или тотальной боли, то 40% этой боли занимает психогенная боль. Вот Сергей Владимирович на своем докладе показывал типы боли. Вот психогенная боль – 40% разобрались с психологическими проблемами. Боль значительно уменьшается, снижается дозировка препаратов, медикаментозная нагрузка, и пациент будет более лучше обезболен. Без различий к жизни. Пациент не понимает, зачем живет человек все. Он, в общем-то, что мне еще делать? Тут он в этом случае не заканчивает жизнь самоубийством, но просто живет в апатии. Вот это оцепенение, которое остается с ним до конца жизни, и никто ему не мил. И он не может сказать «прости» самым близким, и не может услышать от кого-то эти же слова «прости», когда близкие хотят попросить у него прощения за что-либо. То есть этот разговор никак не получается. Ложные надежды на шарлатанов. Последнее время это все усиливается, усиливается, усиливается. У нас очень много целителей, телейной методики, масло растительное со спиртом, по-моему, до сих пор действует еще, акулии, хрящи и так далее, начинает импотенция, заканчивая излечением четвертой клинической группы пациентов. Тем не менее, пациенты, вот это правильное направление, и семья тоже ищут, 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 ищут. Если мы не пресекаем хотя бы попыткой этот порочный круг, то вот это направление, оно будет так и останется ложным, и также концовка жизни будет не ахти какая. Суицидальное поведение, о котором в последнее время тоже много очень говорится, суицидальные мысли и совершенные суициды, которые связывают с неадекватным лечением болевого синдрома, ну, в реалии, если все-таки говорить честно и анализировать эти ситуации, которые были, и я, к сожалению, тоже был свидетелем таких суицидов, но я не знаю ни одного пациента, который бы скончался именно из-за болевого синдрома. Вокруг этого что-то могло быть, какие-то административные вещи, какие-то просто переживания, никто-то не мог с человеком поговорить вовремя, это да, но болевой синдром – это все-таки преувеличение. На сегодняшний день лечится совершенно адекватно, если этим правильно заниматься. Еще один важный момент. Психологические проблемы, когда к ним настроено именно внимание, нас, медиков или психологов, которые рядом, психотерапевтов, которые умеют вытащить эти проблемы, поговорить с пациентом и их разрешить, то они действуют намного эффективнее, нежели препараты. Иногда сами препараты, которые назначаются, они наоборот загоняют причину внутрь, поэтому причина остается неразрешенной. Цели общения, а нужно общаться, нужно вытаскивать эти проблемы, чтобы убрать неопределенность, чтобы человек понял, что с ним происходит. Медленно, постепенно, тихонечко к этому, ко всему подводить, к этой правде окончательно, но все это медленно происходит, но неопределенность должна быть устранена. Придать новые значения отношения с окружающим миром. То есть это другой уровень качества жизни, социальной жизни. Помочь пациенту и его семьи выбрать правильное направление, а не пускать по кругу к различным шарлатанам. Когда мы начинаем человека подводить к этой правде, иногда спрашивают, а где начинается палиативная помощь? Сразу начинается палиативная помощь, как человек заболел. И когда пациенту устанавливается диагноз, есть подозрение, что у него есть онкологическое заболевание, а может, частично это уже подтвердилось. Сделали человек гастроскопию, и на приеме пациент спрашивает, что со мной доктор. И вот предупреждающий сигнал. Предупреждающий сигнал – это определенные слова. Например, я боюсь, что это не просто язва, говорит доктор. И ждет, что дальше спросит его пациент. И пациент может ждать определенное время, доктор должен ждать определенное время, что там внутри пациента происходит, что он о себе думает по этому поводу. Поэтому обязательно пауза. Некоторые мои коллеги говорят, что пауза должна быть 15-30 секунд. И я не уверен, что за это время именно у пациента что-то там внутри сработает, и он дальше что-то начнет спрашивать. Каждого человека свое время. Это может быть 5 минут, это может быть 30 секунд. И наша задача, даже если у нас мало времени на общение, все равно выждать. И даже если в этот раз пациент дальше не спрашивает, он спросит в следующий раз. Наша задача – не останавливать это общение. Мы будем общаться, мы будем общаться. И дальше, как только какой-то вопрос появится. Очень сложные вопросы, которые ставят нас в тупик. Доктор, у меня рак. Я умираю. Все, мы в этом месте замираем. Либо мы начинаем юлить, обманывать. Да что вы там, до лета доживете, на даче все будет хорошо. И вы выздоровеете. Это обман, это ложь. И человек лету мне все хуже и хуже становится, думает. И меня обманули в очередной раз. Или другое замешательство. Я не знаю, что сказать. Наша задача – это понимать, что за этими вопросами не стоит такой задачи у пациента услышать, да или нет. У него за этими вопросами еще стоят какие-то вопросы. Наша задача – это докопаться до нужды человека. Например, когда мы начинаем выяснять по поводу того, рак у меня или нет. Когда начинаешь задавать вопросы, типа, что заставляет вас спрашивать об этом. И мы в результате приходим к тому, не отвечая на этот вопрос и вообще ни на что не отвечая. А просто сами задаем в ответ вопросы, плавно, постепенно, подходя к настоящей нужде человека. И мы узнаем, что пациента волнует то, что у него, он видел, что у других людей при таком страшном диагнозе болит. Вот умирают от боли. Вот что его беспокоит, оказывается. И поэтому мы, не отвечая на вопрос «да», односложно, мы объясняем человеку пути решения проблемы. Если будет боль, то мы сделаем то-то, то-то, то-то. Или сами поможем, или направим в отделение палиативной помощи. То есть, когда мы с пациентом начинаем обсуждать, что делать, то это само собой разумеется, что мы ответили на его первоначальный вопрос. И уже у него других вопросов не возникает. Дети. Очень часто людей волнуют, что будет с детьми, когда они остаются одни. Поэтому не надо стараться ответить на первоначальный вопрос. Нужно выникать, что хотел пациент уточнить. Надежда. Мы все пытаемся дать надежду, но чаще всего это ложная надежда. А нужны реальные надежды. Вот посмотрите. Недооценка как личности, заброшенность изоляции рушит надежды пациента. Это не слова, это действия. Когда оценят как личность, когда вокруг человека есть люди окружающие, заботливые, когда возникает значимость в взаимоотношениях, пусть на уровне другом, во времени приниженном, в кавычках, не директор завода, а староста палаты, но тем не менее человек чувствует к себе уважение. Когда отсутствует правильное направление, уменьшается надежда. Когда есть реальные цели, соответственно, надежда повышается. Неконтролируемая боль, дискомфорт уменьшает надежду. Я никому не нужен, я страдаю. Когда есть контроль симптомов, адекватный и правильный, то человек может остаться человеком до конца жизни и выяснить свои взаимоотношения с близкими людьми, быть в сознании при правильном обезболивании, не загруженным морфином в больших дозировках. Когда остается совсем мало, то надеяться, наши пациенты могут на неодинокую смерть и спокойную смерть. Это две вещи. И что бы ни случилось, мы не оставим вас. Это хотелось бы человек услышать. Это каждому из нас хотело бы слышать. Вы умираете, но вы по-прежнему важны нас. То есть важность человека – это то, за что мы боремся. Спасибо большое.